Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодняшнее наше событие, оно приурочено к завтрашнему дню. Как мы все знаем, 10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья. Я считаю, для нашей страны это особо важно в данном случае, потому что пандемия повлияла на всех, повлияла по-разному. Все мы стали мыслить так, как стали. Иногда мы интересны мысли, мы видим, как мир меняется, мы видим, как меняются пациенты в клиниках, мы видим, как меняется отношение к школе родителей в данном контексте, когда необходимо онлайн обучение. И в других областях мы видим, как люди работают на удаленке, что также влияет на их состояние стресса, на некоторую депрессию, которая возникает в процессе этой работы. Хотелось бы отметить, что данное мероприятие проходит, что для нас очень важно, в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения, Бирол Декуперари Ауэльвецин, Република Молдова, проекту Молдо-Евельцян Минсана и организация Тримбас Молдова. Уважаемые коллеги, наше мероприятие, сразу бы хотелось отметить вопрос регламента. Как вы видите, вы все получили адженду, в ней расписано, кто будет отвечать, кто будет докладывать. Один из пунктов – это вопросы и дискуссии. В этом вопросе хотелось бы отметить, что так как у нас много подключившихся и по предварительным заявкам есть мнение, есть высказывание, то в данном вопросе, чтобы больше высказалось, я думаю, кратко, емко и компактно. Если можно, начнем. Поэтому слово предоставляется госпоже Каролине Тесот, руководителю Бюро по сотрудничеству в Республике Молдова. Госпожа Тесот, если вы нас слышите. Будьте очень много, здорово. Оченьopfиллиم. Руководит воды. Дети. Спасибо большое за эту возможность. Спасибо большое за эту историю. Спасибо большое за эту историю. Спасибо. 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 Докладчик. 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 Продолжение следует... 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 Молдова, политика Десанатат Апробата Приньхотеррия Гувернулу 886 Хотеррия Гувернулу 55, куририя на Апробание регуламенту кадру А Центрами Comunitar de Санататат Менталу И а стандартам миними Десанатат, которая осигурает Политика кадру в ведении Дезвольте речи лейтей Десанататат Менталу И программ национал Приньхотеррия Гувернулу 337 Приньхотеррия Регуламенту кадру Приньхотеррия Чентролу специализат Де интервенции Де спектру autист Приньхотеррия Гувернулу Специализате Пенту копији Чи адути Кари суфері Де autизм Де стандартаме Приньхотеррия 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 Де стандартаме Приньхотеррия Встречащие националисты национально активны 40 центрии comunитари для санататии mental. В составе специалистов, в ЦСМИ, в составе 71.086 человек. По паркурсу 2019, в кадрі Центрилу Помнитарі для Санататі Менталі, у фості 214.904 персоані, дин каре 83% репетат у скопі диагностик і тратамент. Тотодаті, 5.227 персоані у бенефіщат ді сервичіли Центрилор дзі, і 3.820 пацієнті у фості асистаці ла доміцилу декатрі ехипіle multе дисциплінаре, мобили. Де котрі специалисті Центрилор Помнитарі, у фості îндріптаці спрі спіталізare в стаціонарі психіатріце 5.291 пацієнті, чее че конститує 3,57% дин тоте персоаніли асистати, і рефлекта о компетенті ён creштіре і на прєвні і вінуціція стіле психотіце ім кадрі у Сервичіилор Помнитарі дзі санітаті менталі. Пенту асигурати функціоналтіціі Центрилор Помнитарі дзі санітаті менталі, інвестиціцііле ау фост majorати аналі. Астфел, чето ану 2019, Центрилі Помнитарі дзі санітаті менталі ау фост контрактати декатрі КНАМ 25.668.000 лей. Ін ау 2015, видім că aceаста сума е рамут mai micа і конституя 9.553.000 лей. Тотодат, într-у асигурариа тратаментулі амбулатурі ау персоанілор афектате ді маладіі менталі, че еволуція нефаворабіла, vorбим деспри деменці, schизофрині, тубурари афективі биполарі, епиліпсиі, тубурари психіці. Ін липта медикаментилор compensate integral департаментулі асигурири облигатурі де асистенціа медикалі, sunt incluse 11 денумирі комуні інтернаціоналі, суplimentар, fiind елиберати gratис, дар ші медикаменті психотрope пентру тратаменту тубуріри лори менталі, кроничі і еволутиві, care sunt дистрибуїте ануал, на тоте центріle comunитарі департаменталі, акісті fiind прокураті динсурсі bugетарі централізаті, în сума 1 млн 622 млн пентру ану 2019. Путем менціонна, că результателі реформілорі din домінію санітетію менталі, în ultимі ani, ау адус un impact позитив асупра санітетію менталі а популяції. Азтіл, prevalента динсурсі пентрусі 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 динсурсі пентрусі пентрусі проєкту Пентрусі психя в як динсурсі пентрусі аутрусі 274 пентрусі з кулрусі �rolі Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Sубтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Все отключились? Дом Чебану, Александру. Восемьтесь, Пелок. Восемьтесь, Пелок. Восемьтесь, Пелок, Пелок, Пелок. Восемьтесь, Пелок, 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 Пелок. Восемьтесь, Пелок, Пелок, Пелок. Восемьтесь, Пелок, 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 Пелок. Восемьтесь, Пелок, 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 Пелок. Если можно, в течение двух минут, чтобы еще успели высказаться. В данный момент мы в режиме карантин, они не прорезают территорию института, но фруксов этого человека, на 24 часа, у нас есть 8 сати, в октябре с нашу Бранзене, которые, скажу, фруксов этот большой, возможно, это может быть, или может быть, что это может быть, что это может быть инфекция. Но, в основном, от всех тех, которые уже в прошлом послед The First Time, я думаю, что-то может быть, что-то, по сути, по-другому, потому что, в данный момент, мы не имеем как тысячи случаев и мне нужна эта история. Я могу вас порой повторить, опять, последняя часть. Спасибо, господин народный адвокат. Вот из первых уст доложили информацию. Я думаю, если бы еще был господин Гулик, он бы сказал об этом, потому что я помню, несколько месяцев назад там действительно был источник, но они его локализовали. Уважаемые коллеги, у нас присутствуют депутаты парламента, наши коллеги здесь, и слово предоставляется госпожа дарованный Алла. Здравствуйте! Evident că, на уровне mondial, данные статистические являются достаточно alarmante, а также когда-то 450 млн. омени будут afectы от проблемой санататой mentalной. Для Республики Молдова, данные статистические, мы, пырели древние, не об этом гаси. И, конечно, мы больше не говорим, в кадром дискуссионного на масса, на эти афекции, которые мы называем анексиоте, депрессия и деменция. Попиии нашли, тинеретов, они очень afectы от гаджетов, интернет, депрессия, депрессия и депрессия. И, на сигур, что все эти, утериор, они ласы о себе о мпринтах. И, естественно, я не говорю о каких-то аффициентов на которые мы говорим, я говорю только на корректы, а так сказать, о comportании. И, соответственно, это будет очень важный момент, на который мы будем начинать оттягивать внимание, потому что мы видим comportament, в некоторых случаях, которые, даже и те же телефоны в телефоне, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бузо, прошу прощения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Бузо, прошу прощения. Дима Торзок 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 Мы знаем, что политика и ресурсов в санитете и менталитет. Здесь мы нуждаем и поддержку от пелевых, которые будут осуществлять условия для общества и инфраструктуры для специалистов. Мы знаем, что у нас были большие суммы для специалистов для специалистов, которые проходят в территории и которые проходят в первые три года. Поэтому, в результате, мы продолжаем. Но мы очень благодаря вам, что у нас были проблемы с проблемой, и мы с эфиром, что у нас все осталось. Спасибо большое. Спасибо. Ну, хорошо. Раз нет, с Вашим позволением, я несколько слов скажу. Госпожа Головач, скажите, пожалуйста, а какое общее количество специалистов работают в центрах ментального здоровья? Вот сотрудников сколько всего? Не специалистов, а сотрудников. У нас 40 центров, сколько сотрудников? Я сейчас не смогу, наверное, дать точную цифру, тем более, что мы в прямом эфире. Может, у коллег, у дамы Жанны есть что-то более точное, тогда они помогут. Или мы можем представить дополнительно, как распечатку, потому что есть и врачи, и психологи, и соцработники. И мы представим комиссии должным образом. Спасибо большое. Большим опытом руководствовались. И они понимали, все то, что исходит от нас с головы, влияет. Вот в контексте пандемии COVID вопрос возникает, ухудшилась ли ситуация в области ментального здоровья или улучшилась. Но здесь нельзя сказать вот так, ухудшилась или улучшилась. Здесь можно сказать одно, что людей, которых это задело, стало куда больше. Это очевидно, это во всем мире. Здесь не надо ничего скрывать. И специалисты-психологи эту информацию подтвердят, потому что начали приходить люди совершенно другого формата, которые раньше не ходили, которые раньше не беспокоились, стало больше детей, стало больше... Даже самое простое возьмем, обсессивно-компульсивный синдром мытья рук. Ходим, мы всех заставляем мыть руки. Мы всем об этом говорим. И уже навязчивые состояния формируются на этой почве. Я сам себя поймал две недели спустя после того, как по телевизору сказали, руки мыть надо часто и везде на эту тему. И вот из таких мелочей у нас и развивается то, что есть. Плюс ко всему, самая большая проблема, да не только в Молдове, но у нас, надо думать в первую очередь о нас, это вопрос депрессии. В период ковида уровень депрессии общества в целом, особенно каждого отдельного человека в частности, растет. Сейчас, когда пошли дети в школу, родители по-другому относятся. Мы видим массу волнений, мы видим массу тревоги по этой теме. И здесь возникает вопрос, насколько наши центры ментального здоровья могут справиться с подобным вызовом. По моему мнению, здесь есть еще над чем работать. Более того, в данном случае, мне кажется, что было бы хорошо, чтобы мы с вами обратили внимание в целом на психологическую службу. Служба психологической помощи в стране, которая у нас на сегодняшний день представлена как отдельные элементы в структурах других. Это раз, два, качество педагогов, качество психологов, которые работают там. Три, госпожа Головач очень правильно подняла тему, это вопрос школьных психологов. У нас сегодняшний день, я не буду называть средний возраст специалиста, который работает в системе школьных психологов, но он за 50, это я точно знаю. Это раз. Два, не во всех школах есть эти специалисты. Три, качество подготовки этих специалистов. В данном случае, это люди, которые самостоятельно делают дополнительные курсы, дополнительно работают над собой. В данном случае, нам надо на это также обратить внимание. В связи с этим, хотелось бы всем ответить, что на базе нашей комиссии парламентской, профильной, по директиве господина председателя БУЗа, мы разработали проект о психологической деятельности психологов. Он уже почти закончен, буквально день-два и все, и мы можем его регистрировать. Поэтому просьба всем этот проект поддержать, в первую очередь, министерство и не тянуть с авизами. Сделать это в быстром порядке. Следующий момент, который также хотелось бы поднять на эту тему. Это по нашему мнению, потому что мы видим, а мы общаемся с людьми очень много, нам это и время немножко позволяет, да и по службе мы обязаны. Вопрос в, я вам скажу честно, как оно есть, в очень слабом общении на местах между семейной медициной, между центрами ментального здоровья, между местными властями, особенно местная власть, перекидывают все на всех. И это есть проблема на сегодняшний день. Проблема на сегодняшний день заключается в том, что мы каждый высказались и вроде бы все хорошо, если каждого в отдельности послушать. А люди с психическими отклонениями у нас на улицах ходят. Мы их ставим в ситуацию риска с одной стороны, с другой стороны мы ставим ситуацию риска других, кто не носитель психических отклонений. И с этим тоже надо что-то делать. Исходя из моего опыта, у нас сейчас есть такая проблема, когда человек, когда выходит из психиатрической клиники, приходит домой, дальше он не попадает в центр ментального здоровья. Вот здесь вопрос коммуникации очень важен. Поправьте меня, можете перебить, потому что проблема действительно очень большая. И с этим надо что-то решать. Одновременно с уменьшением мест в психиатрических клиниках мы не решили проблему, что дальше с этими людьми делать. И это тоже есть проблема. Госпожа представитель ВОЗа, госпожа Лариса, очень серьезную проблему подняла суицида. Она, по-моему, сказала, в течение каждой 40 секунд в мире совершается суицид. Так вот у нас сейчас в период ковида эта статистика поднялась. Я не могу сказать точно, сколько, но два года назад это было в день 1,5-2 человека в среднем. Сейчас она увеличилась. Исходя из тех пациентов, которые к нам обращаются по психологическому направлению, по моей психологической деятельности, эта ситуация растет, и люди, к сожалению, это последствия депрессии. И в данном контексте было бы хорошо, чтобы мы, как результат нашего сегодняшнего общения, все-таки начали работать над национальной стратегией по предотвращению суицидов. На базе чего и как, это вопрос решаемый, но ее нужно делать. Два года назад была сформирована спецпарламентская комиссия по вопросу, тогда вы помните, Балена Албастр и так далее, вот вспышка была мартовская. Мы вышли с определенными законодательными инициативами. Они так дальше в правительстве залежались и не пошли. Почему не пошли, много можно говорить и могу сказать правду, но сейчас не нужно об этом. Я думаю, нужно взяться и дальше работать. И что касается эффективности деятельности центров ментального здоровья, тоже очень важный момент. Как по мне, на сегодняшний день эта структура не координируется единым центром. В данном случае предложение госпожи Кихай о создании единого центра координации, единого процессингового центра, нужно подумать, как это, оно было бы очень и очень уместным. Для того, чтобы вся деятельность в этом направлении имела больше эффекта. И в данном случае так было бы, я думаю, правильно, потому что на уровне министерства очень много задач. Очень много задач. Вот это вот, что я хотел сказать по этому поводу. Госпожа Головач, если вам есть что сказать по поводу наших инициатив. Спасибо большое, господин депутат. Вы очень правильно отметили те, может, более слабые звенья, которые имеются на данном этапе. Я бы хотела дополнить информацию относительно работы со школами и психологической поддержки именно и учащимся, и в контексте их длительного пребывания в сетях. Мы имеем также центры дружественной молодежи. Они, знаете, тоже как немножко такие невидимые воины, но они очень активно подключились именно в работу с преподавателями, с учащимися. Имеются и волонтариаты. Мы, кстати, имели общие семинары, вебинары с преподавательским составом, руководящий состав школ, центры дружественной молодежи, центры психического здоровья, центры реабилитации. И участие в этих вебинарах было очень активное. Мы имели четыре дня с подключением ежедневно более тысячи участников. Было множество вопросов, касающихся включительно психологической поддержки и правильного, скажем так, психологического восприятия инфекции COVID, правильности действий. И наши коллеги с Галиной Лешко были очень запрошены, скажем так, в ее презентациях. Мы их распространили и в учебные учреждения. Также мы имели с детскими садиками вебинары, поскольку там тоже много аспектов и много вопросов у родителей, у воспитателей. То есть мы хорошо сотрудничаем и с коллегами с Министерства образования. Как раз то, что вы отметили, вот тот гид для психологов, рекомендации, регламент новый. Конечно, он в первую очередь в компетенции Министерства образования, потому что психологов готовит Министерство образования и педагогический университет. Но хочу отметить, что здесь, конечно, есть еще место для улучшения наших взаимодействий и для того, чтобы население имело больший доступ к этим услугам. Спасибо большое. В связи с этим у меня вопрос. Кто контролирует всю эту деятельность, о которой вы сказали? Я объясню. Как руководитель центра «Неавито», откуда, в общем-то, распространилась по всей стране эта сеть «Юз Клиник». И, конечно, мы бы тоже очень хотели создать эти центры, иметь и должное финансирование со стороны страховой компании. У нас уже есть определенные проекты для утверждения, но мы продолжаем работать над ними и надеемся очень, что будем иметь и поддержку на уровне комиссии парламента, и на уровне правительства. И денежную, финансовую поддержку, потому что на энтузиазме это хорошо, но тоже далеко не уедешь. Поэтому все должно быть в комплексе, и только тогда можно получить какой-то результат. Абсолютно с вами согласен. Но хотел бы такой момент подчеркнуть, что в центре дружественной молодежи у нас в районах, к сожалению, надо признать, зачастую финансируются по остаточному принципу. Потому что у местных властей есть масса других проблем, поэтому я и спросил на счет вопроса контроля. Одно дело, когда выдаем информацию, выдаем методологию, выдаем алгоритмы, методички работы, а оно все не доходит до конечного потребителя. Поэтому это есть на сегодняшний день. Дорогие коллеги, у нас присутствуют на линии руководители, представители республиканского наркологического диспансера. Если коллеги есть на месте, господин директор Васильев. Господин депутат, я только пока Дома Васильев подключится. Центры дружественной молодежи, они финансируются включительно из средств страховой компании. Но понятно, что этих средств не совсем достаточно для той деятельности, которую мы бы хотели максимально развивать в этих центрах. И поэтому я здесь согласна с вами, что было бы очень уместно, если бы была и поддержка местной администрации для того, чтобы усилить, скажем так, возможности деятельности, расширить их деятельность. Но на данном этапе они также, как Центры психического здоровья, финансируются из глобального фонда страховой компании. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Наркодиспансер на связи. Бучинский Юрий, зам директора на связи. Здравствуйте всем. Спасибо всем организаторам и особенно парламенту за организацию такого интересного вебинара. Мы работаем стандартно. Сейчас мы подготовим одно отделение для помощи. И вот с, скажем, заместительной терапии мы отпускаем в связи с ковидом два раза в неделю метадон и бупринорфин на дом пациентам. Нарушений не обнаружено и не зафиксировано. Работаем в штатном режиме. Что-то происходит со связью. Коллег очень плохо слышно. Алло, сейчас слышно? Да, вот сейчас. Дело в том, что у нас в связи с вчерашними дождями нет интернета. И интернет чисто такой телефонный, поэтому вероятный сбой. Господин директор, вы могли бы говорить на государственном языке? Да. То есть, сбой. Репликанты на наркологии работают в режиме нормального. В презенте мы можем двое пациенты с ковидом. То есть, в презент мы приготовим секция номер 2, для помощи municipи в специализирование больного COVID-19 обищенуицы, без патологии наркологи. Действия больного пациента в режиме нормального проекта. Централь в режиме дистриста, где в режиме нормального проекта, в режиме нормального проекта, Коллеги, у кого есть еще что сказать? Кто бы хотел сказать, мы не предоставили слова, нажмите, пожалуйста, кнопочку. Раз все высказались, раз никому нечего сказать, либо, как говорил мой учитель, либо все все поняли, либо никто ничего не понял. Извините, пожалуйста, за воспоминания студенческие. Тогда давайте подведем итоги. Те цифры, то состояние дел, которое оно происходит, мы видим и по цифрам, да и сами ощущаем, потому что мы же находимся все в обществе. И даже если нам когда-то хочется приукрасить ситуацию в области ментального здоровья, в области психического здоровья, в области услуг, доступности, системы финансирования в период ковида и последствий ковида до психического здоровья, то все равно видно, никто ничего не утаит. Это надо же понять. Поэтому в данном случае, я думаю, нам надо продолжать работать, нам надо переходить на другие уровни работы. И разрешите повторить еще раз наше предложение со стороны парламентской комиссии. Во-первых, разобраться все-таки с ритмичным финансированием центров ментального здоровья и с кадровым вопросом в этих центрах. Второе. Все-таки мы будем настаивать на создании единого координационного центра, центров психического здоровья с наделениями, соответствующими полномочиями, обязанностями и так далее. И разработки национальной стратегии суицида с планом работ, с программой работ, с планом действий и с конкретными источниками финансирования и отчетности. Госпожа Кихай, если у вас есть что сказать, что я вижу вроде бы вы. Спасибо большое за субитры. Спасибо за субитры. Продолжение следует... ...necesitatea creierii unui centru de coordonare și monitorizare în domeniul, pentru că la moment cât de mult nu ne-am dori, serviciile de sănătate mentală sunt puțin sporadic și metodologic monitorizate și evaluate, de ce, vă mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, problema suicidului trebuie să fie rezolvată. Din partea profesioniștilor în domeniul sănătății mentale, vă mulțumim foarte mult pentru susținere și sper că nu vom uita despre sănătatea mentală și prioritatea care a fost și acum chiar este stringent accentuată în domeniul sănătății mentale și vom lucra împreună pentru bunăstarea acestei țări. Vă mulțumesc! 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 правильных улыбок и всего самого хорошего.